Такие оригинальные стильные кепки – одна из изюминок в этом ряду. Вдоль него новый ливневый коллектор. Предприниматели констатируют, сильный дождь перестал быть катастрофой. Те, кто видит разметку, переживают, что она не доходит до их торговых точек. Но в администрации рынка поясняют, что вопрос с подтоплением решено закрыть раз и навсегда. Весной этого года проложили около 700 метров ливневки, две трети от запланированного. Работы завершат до конца года. Здесь заканчивается сеть коллекторов под каждым люком по четыре насоса. Второй люк осталось заасфальтировать. Слово «эвакуация имущества» во время дождей, даже не говорю «ливни», а во время дождей здесь уже забыто. И сейчас с окончанием полного этого комплекса мероприятий, ну уже я могу сказать, что да, да, действительно это так, что мы полностью снимем вопрос подтопления ярмарки на Северном. Помимо этого на рынке усовершенствовали систему водостоков. После того, как территорию фактически осушили, появилась возможность заменить асфальт. Для асфальта самое страшное – это вода. Самое страшное, что его разрушает. Значит, главное, мы систему водоотведения сделали. Воду спустили с крыш, спустили ее уже в ливневке, а не на асфальт, как раньше она сходила. Укладку асфальта также начали с начала года. В итоге заменили почти две трети покрытия. Асфальт – это очень хорошо. Гости из Москвы уже регулярно приезжают в санаторий. Не один раз за поездку посещают рынок. Вещи, которые вот ручная вязка, нам очень нравятся. Цены очень хорошие. Очень хорошие. Цены для нас очень приемлемые. Изделия ручной работы здесь занимают три ряда. Среди них теплые зимние вещи. Есть достаточно оригинальные, как, например, эта. Сегодня риски предпринимателей снизились, следовательно, у покупателей стало больше пространства для торга, что актуально в преддверии зимы.